Я Кристина Иванова, артистка шоу «Цирка Дю Салей» Амалуна. Мама привела меня в детскую цирковую студию. Мне было 4 года, мы посмотрели спектакль. Я сказала, что хочу работать в цирке. Она сказала, что нет, Кристина, это очень сложно. Но дети закатывают скандалы. И я добилась своего. Меня родители отвели в детскую цирковую студию. Из 4 лет я занимаюсь цирком. В 7 классе была у меня мечта работать в самом известном цирке мира. И я добилась этого. До 9 класса я занималась в детской цирковой студии у нас в городе. Мы ездили по различным фестивалям, детским цирковым конкурсам, где выигрывали главные призы. И на одном из конкурсов ко мне подошла директор циркового училища московского ГУЦИ. И предложила пройти обучение в их училище. Так я поступила в цирковое училище. Закончила его в Москве. После меня нашли Гранд Цирка де Руси. Это Эквадор, Перу. Я отработала с ними 4 месяца. Работала в Росбус Цирке у нас в России. Тоже отработала 4 года. И потом меня нашел отдел кастинга Цирка де Салей. И предложили мне контакт. Если честно, у меня никогда не было такого прям большого интереса работать с компанией Цирка де Салей. Мне хотелось просто показать свое искусство, чем работать в каком-то месте, которое имеет большое имя. Я немножко по-другому себе представляла Цирк де Салей. Систему Цирка де Салей до. Многие артисты, которые здесь работали, они говорили, что здесь нет возможности развиваться как артист. Но когда я сюда пришла, я поняла, что все зависит только от тебя. Если есть желание, то можно развиваться и делать то, что ты хочешь, любишь везде. Мне кажется, самое трудное – это держать свою дисциплину. Не быть ленивым, каждый день просыпаться и знать, ради чего ты это все делаешь. Это самое трудное. Я люблю свою профессию. Я считаю, что у нас самая лучшая профессия в мире. Мы путешествуем, мы знакомимся с разными интересными людьми, со звездами. И нам еще за это платят деньги. Это была моя мечта. Да, у нас очень много ребят с Украины, Белоруссии, России, Казахстан. У нас очень классная команда. Это моя вторая семья. И я очень ее люблю. Я почти здесь 4 года. И очень классно, что у нас все друг друга очень поддерживают. Когда ты всю свою жизнь отдаешь карьере, и у тебя есть деньги, у тебя есть недвижимость, машины, все, что ты хочешь, все, кроме родных и семьи. Вот когда люди выходят с таким исходом, это действительно печально. И ты задумываешься о том, что время пролетело очень быстро, и ты не сделал самого главного. Ну, у меня пока еще есть время. И в дальнейшем, наверное, мне бы хотелось еще поработать с цирком Гюссалей, получить какие-то проекты в новые шоу. Плюс я хочу поучаствовать на всемирных фестивалях. Мне было бы это интересно. Ну, и, наверное, самая большая цель – это создать такой номер, которым бы восхищались не только зрители, но и профессионалы. Вообще, большинство семей складывается до цирка. Когда ты уже находишься в такой профессиональной яме, когда ты вкладываешься по полной в свою работу. То, допустим, для меня очень важно держать свой режим. Я просыпаюсь, иду в спортзал, делаю кардио. Потом я прихожу, репетирую здесь. Пытаюсь внести что-то новое в свои номера, разные трюки и так далее. И у меня не хватает времени на личную жизнь. Поэтому немногие это выдержат. Особенно если человек, который не связан с цирком или с какой-нибудь профессией, там, танцы, актер или еще что-то, они этого не понимают, насколько это бывает тяжело и как это нужно воспринимать. Было так, что мне родители не разрешали идти дальше по цирку, и мы очень сильно ругались с ними. Папа у меня вообще был против цирка. Я сбежала из дома и добивала свои цели с 14 лет сама, но сейчас они понимают, для чего я это все делала, и они гордятся. Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...